В немецком языке некоторые предлоги сливаются с определенным артиклем в одно слово и образуют краткую форму. Часто это помогает не только экономить время и силы на произношение слов, но и позволяет сделать акцент на объекте, если это необходимо. В литературном немецком существуют следующие предлоги и их краткие формы. Ин, в, на. Индем, м, dativ, мужской средний род. Entschuldigung, wir haben kein Spiegel im Haus. Извините, у нас нет зеркала в доме. Индас, ens, akkusativ, средний род. Мальчик прыгает в воду. Ан, на, поверхность вертикальная. Андим, am, dativ, мужской средний род. Jemand sitzt am tisch im arbaidszimmer. Кто-то сидит за столом в кабинете. Ан, das, ans, dativ, средний род. So kommen wir nie ans Ziel. Так мы никогда не придем к цели. Über, o, над. Über das, übers, akkusativ, средний род. Ein Adler fliegt gerade übers Feld. Орел летит прямо над полем. Zu, k, для. Zu dem, zum, dativ, мужской средний род. Wie komme ich zum Bahnhof? Как мне пройти к вокзалу? Von, o, от. Von dem, vom, dativ, мужской средний род. Vom hotel braucht man fünf Minuten bis zur U-Bahn. От отеля до метро понадобится пять минут. Bei, u, pri. Bei dem, beim. Dativ, мужской средний род. Beim lesen tränke ich gern kaffee. Во время чтения я охотно пью кофе. В разговорной речи также часто можно услышать слияние с предлогом auf. Na. Auf das, aufs, akkusativ, средний род. Ich will mit meiner Familie aufs Land. Я хочу поехать со своей семьей за город. Чаще всего слитное и раздельное написание предлога и артикля зависит от смыслового ударения в предложении и стиле текста или речи. Слитная форма с определенным артиклем обычно употребляется, если в предложении на определенный артикль не делается акцент и артикль не выделяется интонацией. Она характерна для разговорной речи. Sie montiert die Klingel ans Fahrrad. Она устанавливает звонок на велосипед. Sie finden hier literatur zum Thema Reisen. Вы найдете здесь литературу на тему путешествия. Sie treffen einander auf dem Weg zur Kirche. Они встречают друг друга по дороге в церковь. Раздельное употребление имеет место, когда на артикле акцентируется внимание. Это возможно, когда имя существительное обозначает предмет или лицо, которые были упомянуты ранее или сопровождаются дальнейшими уточнениями. Sie montiert die Klingel an das Fahrrad. Она устанавливает звонок на этот велосипед. Sie findet hier literatur zu dem Thema Reisen. Вы найдете здесь литературу на ту самую тему путешествия. Когда ставится смысловое интонационное ударение на артикль, и артикль можно заменить местоимениями. Dieser, этот или jena. Tot. Wir haben an dem Montag keine Zeit. Именно в тот понедельник у нас нет времени. Bei dem Becker kaufen wir kein Brot. У этого пекаря мы не покупаем, будем покупать хлеб. Также и раздельные употребления используются в официальных текстах. Слияние артикля обязательно в большом количестве устойчивых выражений и словосочетаний. Anslecht bringen – вывести на чистую воду. Am Anfang – в начале. Beim Wortnehmen – ловить на слове. Zum ersten, zweiten, letzten Mal – в первый, второй, последний раз. Zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen, на завтрак, на обед, на ужин. В некоторых устойчивых выражениях также обязательно разговорные слитные формы. Aufs Land fahren – уезжать за город, в деревню. Fürs erste – на первое время. Hinters Licht fahren – обвести вокруг пальца. Jemanden über das Ohr hauen – обманывать, надувать. Ums Leben kommen – bringen – лишиться жизни, лишать жизни. Артикль также сливается с предлогом. У отглагольных, то есть образованных от глагольного инфинитива существительных со значением процесса действия. Beim Potzen helfen – помогать при чистке. vom Segel träumen – мечтать о плавании под парусами. В превосходных формах с am – am besten – лучше всего, am schönsten – красивее всего. С именами собственными, которые используются с артиклем. Am Rhein – на Рейне – das Verhältnis zur Schweiz – отношения со Швейцарией. С указаниями дат и другими указаниями времени. Am 5 juni – 5 июня, am Montag – понедельник, im Juni – в июне, im Herbst – осенью. Важно также запомнить, что не бывает сокращенных форм в таких словосочетаниях in der, an der, in den, an den, auf den. Теоретически сокращенные формы возможны, но они были бы сильно сложными для быстрого произношения.